Восемь глаз Сейчас мы узнаем, насколько российские люди готовы к иностранным корреспондентам. Как можно назвать человека, который выносит ссоры из избы? Сволочь. А если он не знает поговорку? Ну, тогда значит уборщик. Мы решили узнать, насколько люди готовы к Олимпиаде в Сочи. И кто из них готов понести Олимпийский огонь. Здравствуйте, можно пару вопросов? Нет. Здравствуйте, можно пару вопросов? Извините, мы опаздываем. Здравствуйте, можно пару вопросов? Нет, это время, ребят. Можно пару вопросов? Можно пару вопросов? Да, конечно, как бы. Готовы понести огонь в руках? Нет, не готов. О, хелло, я из Иран-ТВ. Можно я задать несколько вопросов? О, конечно! О, там, говорите английский. Давайте говорим, давайте говорим. Мы убираем животных и коррежников. Блин, ты! Блин, ты, блин, ты! Скажите, а как можно назвать человека, который выносит ссоры из избы? Ссоры из избы? Да, сыр из избы. Ну, наверное, средний, который пытается урегулировать конфликт между людьми. Здравствуйте, можно пару вопросов? Нет. Здравствуйте, можно пару вопросов? Нет, мы опаздываем. Здравствуйте, можно пару вопросов? Это он не хочет. Здравствуйте, можете ответить на пару вопросов? Здравствуйте, вы можете ответить на пару вопросов? Попробуйте. Скажите, вы готовы понести огонь в руках? В смысле, факел? В смысле, это прямо Индиан-ТВ. Какое ТВ? Индиан-ТВ. Да ладно! А мы по индианам ТВ вообще ничего не понимаем. Ну, комфортно, да, 50-50. Какая музыка? Как это назвать человека, который выносит ссоры из-за збы? Ой, я сейчас не в состоянии сказать редиск. Вы не в состоянии сказать редиск? Здрасте, что сидим, кого ждем? Кого ждем? Посетителей. Это чтобы лучше было видно, я просто покажу. У вас вход 20 рублей? 20. А фейс-контрол какой-нибудь, дресс-коп? Ну, есть, конечно, как же. Вон она знает английский. Вон она знает английский. Здрасте, здрасте. Йо, ваша подруга стуканула, что она знает английский. Давайте поговорим. Стоять, стоять. Я в Германии, офицер. Германии, я в Германии. Германии, я в Германии. Германии, я в Германии. Это бетон, да? Сколько это? 25 рублей. Бабуль, поможешь привезти? Поможешь привезти? Он спрашивает, сколько стоит. Бабуль. Что с проблемой? Сколько стоит? 25 рублей, да? 25 рублей. Я же объясню. Сколько стоит? 100 долларов. Я не знаю. Да, да, 100 долларов. 100 долларов. 100 долларов. 100 долларов. Ладно. Окей, вы можете прийти. Да, да. Порвите, пожалуйста. Не знаете, где есть обменник? Убиваю клиентов. Нет, не знаю. Окей, люблю иностранцев. Скажите, вы часто ходите по зебре? Да. То есть это нормально, что ногами по животному ходите? А, вы это имели в виду? Нет, конечно, не нормально. Скажите, а кто вы по знаку дорожного движения? Чайник. Мы проводим опрос на название нашего шоу. Скажи, как ты думаешь, о чем может быть шоу «Восемь глаз»? Да я фигу не знаю, что нормально. Скажите, вы часто ходите по зебре? Всегда хожу по зебре. То есть это нормально, что ногами по животному ходите? Кто вы по знаку дорожного движения? Позирог. Ты бы снялся в порнохе? А? В порнохе бы снял? Нет. Почему? Ну, потому что мои моральные ценности, мои понятия, мне это не позволяют, ты понимаешь? Ты живешь еще по каким понятиям? Прости, спасибо. Есть за курить. Курить, есть курить. Есть салат «Цезарь». Какие ингредиенты должны быть в салате «Сталин»? Трубка. Тридцатые вас бы за это расстреляли. В Москве орудует банда мальчиков, ведущих себя как девочки. Давайте найдем их, проведем интервью. А как ваши друзья относятся к тому, чем вы занимаетесь? Хорошо, положительно. Занимаюсь тем, чем и я. Пацаны, пацаны, пацаны. Ой, извините, девушка, простите, пожалуйста, сзади просто вот так идете как тут. Девушка, как вы думаете, а вот сурку не холодно без мета? Сурку? Это вы кого имеете? Ну вот... А вы, случайно, не главарь? Нет. Хорошо, спасибо. А как найти главаря? А он сам тебя найдет. А можете голосом инопланетяне сказать, я захвачу этот мир? Нет, не могу. У меня голос пропал. А тогда как вы разговариваете? Уже все никак. Скажите, пожалуйста, а вас не покусали? Нет. Кто должен был покусать? Кассирши. Мы нашли главаря банды. Кража века. Шоу-бизнес содрогнулся. Украден диск группы Штырьки. Единственный диск из последнего альбома «Уходи 4». Давайте выясним, что думают люди о несуществующей группе. Опрос перед Евровидением. Как вы относитесь к творчеству группы Штырьки? Мы таких не знаем. К сожалению, да. Ну как, вот известная песня «Чеканутый парень, кто тебя чеканит». У нас другие музыкальные вкусы. Вчера на дороге... Подождите, а почему Михалкова не спрашивает, а нас спрашивает, зачем он снимает? Здравствуйте, поздравляем вас или вы манекены? Скажите, у вас были занозы в необычных местах? Конечно, были. В каких? Ну, в основном, на ноги. А что касается необычных мест? Необычные места у меня были вот... Именно, знаешь, вот... Не поверите, вот... Именно вот в плече даже. Как вы относитесь к творчеству группы Штырьки? А группы Штырьки какие это? А? Да, да, сейчас вот на Евровидении баллотируются. Хорошо. Вы слышали трек вот новый «Чеканутый парень, кто тебя чеканит»? А, да, да. Скажите, это нормально, когда в детском саду у ребенка мобильные дороже, чем зарплата у воспитательницы? Нет, это не нормально. А если он сам заработал? Ребенок? Тогда нормально. Ну, там, продавал мамино белье. Ребенок? Какое белье мамино? Постельное. Маленький ребенок разве может продавать постельное белье? А если, смотрите, если он при этом еще доплачивал воспитательнице за то, что она вынимала у него комочки из манной каши? Комочки? Ну, это не серьезно. Итак, сейчас Кумар исполнит нашумевший трек группы «Штырьки», который называется «Чеканутый парень, кто тебя чеканит»? Да, да. Поехали. Чеканутый парень, кто тебя чеканит? Чеканутый парень, кто тебя чеканит? И дальше второй куплет вы. То же самое со мной. Чеканутый парень, чеканутый парень, кто тебя чеканит? Кто тебя чеканит? Кто тебя чеканит? Я того род. Скажите, я того род. Чеканутый парень, кто тебя чеканит, я того род. Там по песне, слова такие. Забыл. Пошли. Здрасте, а можно спросить? У меня у друга, карлик, у него юбилей, я ему хочу брюки подарить. У вас есть шорты? Ну, только там такие. Вот он прямо... Не, носки ему не подойдут. Нет, вы не сидите. Вот здесь у нас одежда на мальчика. Больше. Спасибо. Во, во, во. Что-то вот такое. Ну, это у него талия шире. Есть ли что-то такое? Вам ближе что-нибудь casual в стиле или какой-нибудь спокойный? Да там все равно. Он уже старый, он уже. Почитаем, что он умрет скоро. Ну, что там? Ну, шорты? Есть ли вот такой цвет? Не, ну, как бы шорты, но ему будут как брюки. Он же карлик. Маленький, да? Да, это маленький. Подлиннее вот этот нормальный, по этим. Но у него очень широкий бедр. Прям такой. Прям такой бразильский бедр. Здрасте, а есть напалечник у вас? Один. Один не дам. А сколько там? А, отлично, давайте упаковку. У меня просто у друга, карлика, мне переративы нужны. Упаковка как раз. Сколько стоит? Не знаю, сколько. Ну, он как раз пять раз и сделал. Ну, пускай, это подойдет у меня друг, карлик. Хочу, ну, вместо презерватива ему дать. Не видела вашего карлика. Как бы вы сыграли Ил в пьесе на дне? Лежа. Молча. Суеверно. С энтузиазмом. А чем вы мажете нам? Это рукой и яблоко с карамелью. Рукой, правда? Вот это рука? Не, вот это рука, я пытаюсь рукой. Ну, карамелью, яблоко с карамелью. Смотрите, а если бы вы преподавали детям анатомию, вы бы так же им объясняли? Яблоко с карамелью. Яблоко с карамелью. Спасибо, не надо. Говорят, что рок уже не тот. Куда делись те времена, когда солист Металлики поливал пивом толпу сцены? Или когда Куртыка Бэйна откачивали наркотой? Давайте узнаем, куда делся рок. Рок жив? Жив. А соль? Нет. Куда делись те времена рокеры? Парень, ты не рокер, ты в курсе? Кость. Ребята, прием. Один вопрос. Как бы вы сыграли Ил в пьесе «На дне»? Как бы я сыграл Ил на пьесе «На дне», я подошел ко дну, сделал так и сказал я дно. За вами волк не гонится? Гонится, знаю. Где они? Вот они. Рок жив? Кто? Рок. Да, конечно, живой. Нормально с ним общаешься? Конечно. С кем? С роком. Кто такой? Не знаю. Красавец. Как бы вы сыграли Ил в пьесе «На дне»? Что? Еще раз. Ил в пьесе «На дне», знаешь, короче. Ну, что это? Я бы сыграл, даже упорно. Актер был. Оригинально, оригинально. А это как? То есть залежем на дно и… И да. И мы будем летать. Кто нарезал нарезной батон? Хлебопекарь. 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 Актер был. Оу! Это яйца. Извиняем. Да. Спасибо. Спасибо. И кто нарезал нарезной батон? Сталин? Нет. Сталин нарезал нарезной батон. То есть вы сейчас приходите в магазины, и там нарезной батон нарезанный Сталином. Я такая, мне рассказывала бабушка, что Сталин, а я не попала, он мне бабушка рассказывала. Бабушка рассказывала, что Сталин резал батоны. А что вы, что за интервью? Ну, берем интервью по поводу рок-музыки. Ответишь? Ну, я вообще рок-музыку так не очень. А что больше слышишь? Классик вот так, техно, транс. Как бы вы сыграли Ил в пьесе «На дне»? Не скажу. Да, он пока даже так врасплох нас как-то застал. Кто нарезал нарезной батон? Ножики. Вы слышите рок? Нет. А что слышите? Рэп. Ну, там, короче, такая история, в общем, мой друг, ну, Карлик, у меня друг Карлик, и у него, конечно, юбилей, вот, и я ему хочу подарок сделать. То есть, какой друг Карлик? Вы мне звонили, что мужчине нужна девушка. Ну, да, мужчина у меня друг Карлик, в общем, ему нужна Карлик. Ну, проститутка, вот я хочу такую же девочку найти у вас. Проститутка, Карлик, приколоть ее, что ли? У меня длинные девочки. Самые летные девочки Москвы. Ну, вы же сказали по телефону, что у вас любой выбор. Любой выбор. Литных девочек, метр девяносто, метр восемьдесят. Какие карлики, вы что? Я имею в виду, Степа, ну, что это? Нет, Карлика, что девушки. Карлика, девушки? Да. Вы куда звонили, там написано, летние проститутки. А может, посмотрю, там, может, может, кого-то, ну, давайте, может, кого-то выберем, там, наверное, как-то неловко получилось. Ну, вы же сказали, просто по телефону, что у вас сюда, да? Девочки, клиент пришел. Ну, бандинка шикарная. А не, не, не. Очень востребованная. Девочки, самое лучшее, самое лучшее. Вот, можно, вот, вот. А можешь встать на колени? Чего? На колени? Ну, встать на колени, да, просто. Зачем? Да просто, ну, не, не, я просто посмотрю, может быть, как бы там подходит, не подходит. Ну, встань, да. Зачем? Сейчас. О, высоковато. Зачем, в общем, нужно? Высоковато просто, на самом деле, извините, ну, высоковато, он... Ну, что ли, что ли? Да, не, не, он просто комплексует. Я же вам сказал, у меня девочки самые элитные. Да, он комплексует. У меня просто друг Алик, он комплексует, в общем, это высоковато, но не пойдет. Я еще говорю, что он нужен. Ну, вам, вдруг, смотрите, какие девочки оставают. Да, не, 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 не. Выключила. Да, не, не, извините, нет, мы поемы. Мы очень будем. Не, не, мы пойдем, пойдем, пошли. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...